Лёгкий бриз на термометре плюс 30. Что ни день объявляют штормовое предупреждение. Погода продолжает испытывать белорусов на прочность. У питьевых фонтанчиков аншлаг. Люди спасаются от жары в тенистых скверах и у реки. Мороженые и прохладительные напитки – самые желанные лакомства. Люблю лето, люблю, что жарко. На то оно и лето. На даче в основном. Вода холодная, холодная. В жару я чувствую себя комфортно, потому что я одеваю белую одежду, у меня с собой всегда есть бутылочка воды, поэтому вполне себе нормально. Не очень люблю жару, люблю ходить на речку, на пляж. Когда гуляю, всегда покупаю что-то попить. С такой погодой и берег турецкий не нужен. Однако все же стоит помнить об элементарных правилах безопасности. Тепловые удары никто не отменял. Врачи рекомендуют меньше находиться на улице. Пребывание на солнце безопасно до 10 утра и после пяти вечера. Из рациона лучше исключить жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, рыба, курица и холодные супы. Людям с сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания следует проконсультироваться с врачом. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Носите свободную, светлую одежду из натуральных тканей. На солнце обязательно головной убор. Пейте побольше жидкости, не дожидаясь, пока почувствуете жажду. Объём жидкости не менее 2,5 литров в день. Купальный сезон в разгаре. Желающих провести время у водоёмов всё больше. А вместе с тем увеличивается число несчастных случаев. Только за выходные в стране утонули 10 человек. Среди них двое подростков. Сотрудники МЧС напоминают о безопасности. В Бобруйске разрешено купаться на пляже в центре города, в Приберезинском микрорайоне, около здравницы имени Ленина и сок Шинник. Спасатели напоминают о важных правилах безопасности. В первую очередь это никакого алкоголя. Купаться разрешено лишь в специально отведённых для этого местах. И помните, когда с вами дети, нужно обязательно контролировать, где они находятся. Жаркая погода сказывается и на дорожной обстановке. ГАИ рекомендует водителям следить за своим самочувствием и чаще останавливаться для отдыха в тени. Метеозависимым не следует садиться за руль. Лучше воспользоваться общественным транспортом. На вторник небесная канцелярия обещает небольшую передышку. Будет до 24. Уже со среды температура воздуха снова начнёт расти.